Вот этот арт-объект в Чувашской республике пользуется очень большим спросом, влечением улыбок, которые символизируют другу судьбу. Последний день Иволги выдался богатым на ВИП-гостей. Представители аппарата президента Федерального министерства культуры, региональной и городской власти посмотрели, как и чем живут ребята на форуме. В первую очередь гости пообщались с участниками в инклюзивном городке. Ребята, приехавшие на Иволгу впервые, заверили, что непременно будут и в следующем году. Очень много отзывов, что давайте расширить в следующем году, давайте для людей будет больше, чтобы можно было принять участие в образовательной программе, в конкурсе. Следующий пункт визита высоких гостей – площадка смены инноваций и техническое творчество. Участники представили передовые разработки и, в частности, показали, на что способен 3D-принтер. Вот такой кубик, шарик, да, можно уже там показать инвестору, можно показать на заводе начальник, то, что вот, мол, мы разработали. Что это такое? Ну, здесь подключается USB-провод, ну, такая, наверное, домашняя колонка такая с USB. Ну, во всяком случае, показывает, ну, то есть, что это создано было на 3D-принтере. Затем общение перенеслось на площадку смены «Культурный бум», где гостям показали презентацию Всероссийского форума «Жемчужина на Волге». Инициативу поддержали на федеральном и региональном уровнях. Предполагается, что пробный форум пройдет уже в этом году. Еще одним важным событием стало заседание Молодежного совета ПФО, где главной темой обсуждения являлось участие молодежи в реализации общественно значимых проектов. С каждым годом ИВЛГ объединяет все больше участников. Важная задача организаторов – выстроить программу форума согласно их запросам. Мы покорректировали обучающие программы предприниматель. Мы посмотрели там и скорректировали, опять же, по запросам ребят в программу молодых политиков. Ну, в общем, по всем программам мы наполнили их теми смыслами и содержанием, которые сегодня ребятами наиболее востребуют. Гости отметили и значительный рост качества проектов на форуме. Теперь это не идеи, зачастую рискующие так и остаться на уровне замысла и не получить воплощение, а взвешенные и здравые намерения, которые помогут решить многие проблемы в стране и регионе. Те проекты, которые сегодня поддерживаются грантами, они востребованы регионом и будут работать на тех благополучателей, которые живут в областях Привозского федерального округа и тех ребят, которые приехали из других регионов. Поэтому это очень хорошо и развитие таких форумов, безусловно, продолжится. Мы будем усиливать федеральную составляющую образовательных программ. Форум стал совсем другим, серьезным. Люди едут ответственно с очень хорошими проектами и общаются между собой и понимают, что сюда едут не просто так вот отдохнуть, а очень усиленно работать. Высокую оценку работам, представленным на форуме, дал и глава администрации Самары Олег Фурсов. Вот те площадки, которые мы сегодня видели, они внушают такой, знаете, очень здоровый оптимизм и чувство гордости за тех ребят, которые тратят свои силы, свое время на то, чтобы двигать вперед науку, двигать вперед общество, двигать вперед культуру. Вот мне это очень по душе, мне это очень понравилось. И вот ключевой момент 10-дневных презентаций и лекций – вручение грантов победителям. 11 миллионов рублей разделили между собой более полусотни участников, занявших первые, вторые и третьи места. Больше всего наград собрали участники смены инноваций и техническое творчество. Виктор Осетров поднялся на первую ступеньку интеллектуального пьедестала за разработку прибора для распознавания речи. Вы сейчас записываете интервью, а вполне может быть в будущем, в режиме реального времени моя речь будет превратиться в текст и уже сразу вводиться в твиттер или же в новости. То есть мы занимаемся технологиями, которые очень актуальны, динамично развиваются и за ними будущее. На одной сцене с победителями и 18 счастливчиков, получивших путевку на космодром Байконур, им предстоит увидеть старт ракеты. Майса Чешемова из смены «Малая Родина. Большие возможности» говорит, поездка в эпицентр космической жизни для нее лучше любого гранта. Эмоции просто зашкаливают. Мне не знаю, как писать, у меня все трясется, я все дрожу. Но это очень круто. Когда закончились все официальные церемонии, ребятам, достойно защитившим на форуме свои проекты и принимавшим активное участие в жизни Иволги, сделали приятный сюрприз. Покатали на воздушном шаре, спустившись с небес на землю, эмоции сдержать не могли. Так здорово и замечательно. И таких слов прям отразить. Вот это то, что было на шаре, и такое пламя, которое возгорается, тепло, ощущается в душе. Интересно, прикольно. Высота птичьего полета, красота необъятной нашей России. Ощущение какой-то легкости, ощущение того, что ты пушинка, ничего тут практически не весишь, шар огромный, чувствуешь, что тебя уносит просто вверх. Если бы не эти веревки, наверное, нас бы отпустило, и мы улетели бы далеко, далеко. Яркую точку в жизни Иволги 2015 ребята поставили, собравшись на большую дискотеку. И пообещали друг другу непременно встретиться в следующем году.